Вот эта вот фотография мне прислал, так, ладно, лишний раз без фамилии, или я фамилию ниже написал, нет, я только сейчас успел вставить. Вот это Сергей Железов, саженец, спустя два года абрикос, прижился на месте, посажен правильно, не знаю, может сказать, что это, а тот человек скажет, ну как так, я же Николай Энков, вот он, видите, вот, и вот приросты до 170 сантиметров. Ну ладно, короче, уважаемый АЭН, вот, и Санкт-Петербурга, пока у вас все благополучно, как я смотрю, так, а вот и посадка по железу, ну, глаз радуется, но, и вот тут встаньте сказать, я на это только сейчас обратил внимание, что у вас два ствола пошел, да, и вы их перебинтовали, может быть, грубовато перебинтовали, но мы сейчас к этой теме вернемся, вот, а главное, что вы спросили, а что дальше, а дальше два варианта, центральный проводник вот так обрезайте, вот, все-таки, пока еще до трех лет, скрипя зубы, жили бы в Томске или в Омске, я бы сказал, вы не подходите к саженцу, вообще не подходите, приеду, застрелю, а так как вы живете в Санкт-Петербурге, извините, там климат все-таки помягче будет, в среднем намного мягче, да, вы севернее, ну, так расположена эта наша земля, крутится в одну сторону, вот, наплывает тучи в другую сторону, совершенно противоположно, и вот получается, вот этот центральный проводник отрежете, помните, я вам по телефону сказал, на одну треть, ну, сейчас и придется, можно и наполовину, вот, можно подрезать вот это вот, это тоже несущие толстые ветки, вот, и дать шанс, замазать торцы, дать шанс вырастить саженец, ну, мягко говоря, более компактный, чем он сейчас, вот, или, вы думаете, я вам приказываю, не, что вы, смотрите сюда, вот это саженец мой, в моем саду, он не пересаженный, и даже он не выдержал нагрузки, ну, это приятная нагрузка, это сумасшедший урожай, глядите, видели, что творится, ну, если бы вы видели, что там под ним еще столько же лежит уже, вот, ну, не выдержало дерево, ну, что ты будешь делать, вот, ну, вот, так вот случается, и тем не менее, я утверждаю, что, я не жалею, что я его не обрезал, не жалею, у меня есть дорогие такие же, там ветки висят до земли, и вертикально вниз свешиваются, вы это помните, неудобно повторять, вот, ну, и что я вам сказал, что-нибудь конкретно, нет, я же хитрый, я же Украина, хотите, обрезайте, ничего хорошего в этом нет, но получите компактную крону, вот, потому что я надеюсь, что вас ждет урожай, я же вижу, вон они, цветы, вон они, я отсюда вижу, вот, ну, в общем, как мог ответить на вопрос, вот, два варианта, вот, теперь, это самое, я продолжу эту тему, вот, посмотрите, я не знаю, это ваш аженец, да, я не знаю, сколько вы труда потратили, чтоб есть там яма, нет ямы, но я надеюсь, что нет, вот, а я вот это вот взял, трудно успокоиться, вот, та дама, которая вам 900 тысяч человек увидели, как нельзя садить деревья, ну, казалось бы, ну, чего проще, я вот прикинул, лежала большая куча битого кирпича, лежала куча перегноя, лежала куча, это, гравия, тут, 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 такого, крупный зерник, прям камней, назовем, вот, минеральное удобрение, и я сказал себе, нормальный человек, он хочет вырастить сад из ста деревьев, много это или мало, не, 10 соток, так, и то это еще, никто не говорит, что 10 выживут, но садить-то надо, 10 посадочных мест, я взял ее, перевел на нормальный язык, я не могу успокоиться, мы с вами в прошлый раз видели это, или позапрошлый раз мы видели, если бы она была просто, там, человек-проходимец какой-то, там, понятно, мало ли кто там себя кем обозвал, царство уже при садном хозяйстве, лжежелеза, вот, которого не стали разоблачать, хотели меня опозорить, вот, мы еще вернемся к этому, а здесь получается, человек, который назвался сотрудником крупнейшего в России раскрученнейшего питомника, ну, садила, почему-то, не питомники, а где-то на дачном участке, саженец она взяла, вспоминайте, когда она порвала, эту, мешочек, оттуда высохло, совершенно сухие опилки, абсолютно, и корни были сухие, и саженец был так на дикаря похож, что, хотя, вроде бы, и привитый, серафимом назвала, ну, ладно, это все, ну, допустим, у меня в руках хорош саженец, еще хуже, этот-то не жалко, хороший-то, и вот, чтобы посадить 100 саженцев, придется вам, друзья, поеме, как она учила, выкопать от 50 до 100 метров кубических земли, вручную, какой там экскаватор, метр на метр на метр, да, или полметра, ну, то есть, чуть поменьше, вы представляете, а это средняя цифра, от 50 до 100 метров кубического в одной штуке, ну, что, чем она думала, вот, привезти по целому грузовику, то есть, грузовик передной, грузовик битого кирпича, грузовик гравия, вы что думаете, 100 кубов, это, что, сколько кубов грузовик-то влазит, гравия, весь набор минеральных удобрений, ну, привезли вы, но это же авторитетнейший плодопитомник, купить у них в крупном питомнике двухлетние негодные полудикие саженцы, сухими корнями в обертке с сухими опилками, где она взяла этот саженец, уже не могла хорошую достать, мы в горшке бы приволокла, ну, конце-то концов, с опасной для Сибири северной привыкой почкой, вот дальше считаем, не просто отрезать часть крона несчастного саженца, а искалечить ее ранами на кольцо, там резать-то нечего было, там, метровый саженец, оттекнуло бы половину кроны, ну, ну, разве можно коту несколько раз отрубливать, жалея кота, это яркий пример, несколько раз хвост отрубливать кусочками, якобы жалея, эта фотография, да, вот там, вы видели, там, на той фотографии так обмотана была, вот так вот, значит, вот эти вот отрезаны, скажете, а вы железо противник обрезки, да, но тут, понимаете, острые, острые иголки, а тут дети бегают, маленькие такие, клопики, вот, поэтому эта обрезка была по технике безопасности, но на кольцо ничего не режется, еще раз, и ничего с ними не случится, ветки эти никогда не помрут, а две центральные ветки, ну, так сложилось, это же сенец, ну, вот он решил вот так расти, это его право, что можно сделать, я бы его не показывал, я бы ничего ни разу не показывал, свежий снимок, но дело в том, что я вспомнил, как я сразу делал снимок, потом вспомнил, я бы перематывал, только не простыми веревками, которые гниют, а синтетическими веревками, вот так, обматывал, чтобы они не развалились, знаете, какие урожаи дают, вот так, вот вам еще пример, не вздумайте уничтожить, если бы оно было бы год-два ему, помните, я говорил, перевод одной из двух веток, их две несущие получается, сильная обрезка, отсюда вот, допустим, я вот тут борезанул, и, ну, там, восьмю годами или пятью годами раньше вот так борезанул, пошла одна из уже не несущих веток, никакой опасности, а это, допустим, центральная, все, но, извините, когда я выкупил этот участок, а в моей саженце я не раз рассказывал, росли уже тут на этом участке, вот, уже получилось, все, поезд ушел, тогда я, в принципе, прочитаю, что сделать, давать такие советы, и сам не собираюсь ничего резать, поздно надо было, годами раньше, ну, я тут появлялся раз в год, а здесь просто обмотать вот так вот, чтобы он не развалился, все, вот этот хороший пример, и мне показалось, что мой ленинградский друг что-то в этом вроде сделал, я вот только сейчас-то и заметил, а вот тут что-то такое вроде бы сотворил, по-моему, он двойной, только тут немножко там корабль плеть будет, сильно, много намотан, надо как-то поаккуратнее, так, ну вот мы еще одну тему разобрали, и очень кстати, идем дальше, еще один свежий снимок, все тот же мой участок, который я выкупил со своими деревьями, вот мой абрикос, это прекрасный абрикос, это королевский, это такие плоды, вот, они тут только сохранились, потому что им некому было портить, мы к этой теме еще вернемся, вот, и что мы видим, мужик отпилил, он ему мешал, значит, тут пошли ветки, ничего страшного, но вот здесь, отпилил он, конечно, не глядя, то есть получился такой аппендицит, он покрылся сразу грибами, если бы эти точки были бы черные, ему сказали, а, ребята, это черный рак, вот, но еще есть в народе другие названия, огневица, думаю, не она ли это, я не знаток, у меня такие случаи редко бывают, может, это огневица, может, ну, то, что это пупырочки, то, что они раскрываются, и оттуда сыпется пыльца, споры грибов, тут уж извините, это факт, железно, не зная, будучи тупым, в плане болезни, я вам говорю, что это, одна раз, из-за разновидности рака, вот, оттуда сыпется, эти самые, семена, грибов, считать, что это опасно, мне ничего не будет, вот, это просто небрежная обрезка, надо было, вот уж тут их дорезать сразу, потому что пеницит не работает, вот я хотел вам подсказать, никакой паники, ничего, дерево не заболеет, дальше оно не будет, дальше оно не пойдет, гриб жрет то, что мы уничтожили, мы, люди, вот так вот, ну, еще, вот это вот, черешня моя, кстати, снимок, вот эти снимки, все я делал позавчера, так, ну, тут плохо видно, но поверьте мне на слово, что, здесь уже, не то, что распускается, вон они, здесь уже, вполне живое, даже цветочные почки, после того, персики кое-где, прихватило морозом, черешня жива, я считал, она нижняя персика, ну, вот, получилось, для чего я показываю этот снимок, представляете, я должен был его уничтожить, своими руками, почему, вот, тысячи людей, взяли, и начали, читать книгу, которые, это самое, брянские ученые, язык не поворачиваться, по ним называть, выглядит, все это, зловеще, все это, я сперва, сфотографировал, вот эту страницу, заметьте, земостойка, черешня, вот я ее взял, сфотографировал, почему, дело в том, что мы с вами будем проходить и СМИ, средства массовой информации, отдельно, фильмы дебильные, где учат убивать, отдельно журналы, газеты, так, и отдельно книги, вот, я не удержался, почему, сейчас идет, весенняя обрезка, то есть там, где она даром не нужна, хорошо, вот, ленинградец взял и спросил у меня совета, господи, боже мой, если бы вы знали, я вот не могу успокоиться, но у меня характер такой, друзья, вот, вот один из, это только один из саженец, что он присылал, да, у него были самые длинные ветви, если бы вы знали, что было бы, если бы этот саженец попал, и был бы, допустим, еще более нежный, чем абрикос, а еще более нежный, это персик и черешня, что бы они тут натворили, йо, смотрите, вот, во-первых, я специально не по порядку, эти самые, ребята, это учеба, не считайте, что я изгаляюсь, просто, делать нечего, вот, подмиржание древесины, вот, человек жалуется, что смотрит, крупнейший в России ученый, черешня, вот, жалуется, что, не вызревание побегов, подмирание, ну, тут много чего еще, это, наблюдается отмирание, и прочее, прочее, ведь, вы еще не поняли, чем выклоняем, ранний мороз, накопление льда, вы помните, про подзимние эти поливы, еще вернемся к ним, ладно, то есть, мы еще не знаем, ну, сейчас я вам скажу, что вначале идет, умиршление дерева, а потом, говорим, что-то, это, помните, как это самое было, когда-то, одно время, популярная фраза, там, юмориста, тут у него были, там были, что-то съел, наверное, вот так, вот, что-то случилось, что вот, с чего вдруг, смотрите, видите, это 40-градусный мороз был, вот, и вот эти вот жалобы идут, да, совершенно верно, а думать это все ожоги, а вы думаете как, если дерево здоровое, или дерево искалеченное, а мы к этому сейчас подвожу вас, да, а тут еще комедия течения, вот, и получается, что, опять получается, что есть два дерева, здоровое и больное, вопрос уже вам, не мне, если бы был экзамен, я бы сказал, скажите, ожоги на живом и здоровом дереве, на живом и здоровом штабе, на нетронутом, изувеченном, одинаковые, а? Идем дальше, и вот, наконец, почти для всех сортов червежных, характерно, ярусное расположение едвей, что, вернемся к моей фотографии, причем, в одном ярусе, 5-8 ветв, так, поехали, ребята, сейчас мы будем уничтожать, больше мне заняться нечем, так, ну, если это назвать центральный проводник, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, 7, ну, что, от 5 до 7, все правильно, вы за струля держитесь, вы понимаете, оказывается, что это все неправильное дерево, лишние ветки, причем, а, тут уточнение есть, количество нежелательного, вы представляете, дерево желательно, или показалось, что оно загущено, когда 8 веток, я не понимаю, а по мере роста, слабо, ветки вытесняются сильным, и погибаются, так вот, я вам сейчас, что скажу, вот, вспоминает Дана, землячка моя милая, с Львовская, помните, там ниже еще будет, но я не выдержу, раньше скажу, вот, вот это все, вы знаете, откуда она берет информацию, я еще тоже скажу, она-то хотя бы в России живет, но у нее оказываются учителя еще южнее, вот, у этой дамы, которая учит нас убивать деревья, так вот, слабые ветки вытесняются, сильно погибают, я исходил всю тайгу, вот, и вот, всяко бывали случаи, когда двое суток идти, нескончаемый дождь, мокрый насквозь, выпадает первый снег, не то, что гибель, какая гибель, здоровый был тогда, бугай, 50 лет мне было, вот, но, напарник говорит, еще более опытный, я-то тундровик, а он таежник, ну-ка, давайте под дерево, и мы залазим под дерево, и он спокойненько говорит, сейчас все будет, он, сухие ветки, нижние, а дерево огромное, там, полтора обхвата, нижние сухие ветки, спокойно обламывают, они, правда сухие, их поджечь было, они как порогаят, и вот уж проходит полчаса, и горит большой костер, и чихали мы, а, и второе, на нас не капает ни одной капли дождя, представляете, на нас не капает ни одной капли дождя, мы это проходили, что будем проходить, и ветки нижние сухие, а вот это они заметили, и что получается, мы-то ветку наломали, мы спаслись, потому что, я не представляю, как бы мы двое суток мокрыми, если бы мы не переждали бы там, под это, под чисто сухим, на чисто сухом мху, под чисто сухим деревом, и вот, у них получается, нижние ветки, они должны погибнуть, я бы вас спросил, смотрите, никакой надежды, что у меня погибнет это, вот они нижние, и они более слабые, все как книги, должен был оставить раз, два, не больше трех, наверное, какую-то из этих, тут рано на кольцо, на кольцо, на кольцо, на кольцо, вы думаете, после этого штамп не потеряет, прочность, морозостойкость, сопротивление ожогом, сопротивление, как там написано, что лед разрывает изнутри, неужели вы думаете, что один хрен, есть тут раны, или нет ран, так вот, убрав эти ветки, они живые, и собираются плодоносить, и кто видел фильм, кто-то это самое, именно под этим деревом, значит, это снимок 16-го года, вот, там мой ребенок, стоит на табуретке, я его поставил, и собирает, вот с этого самого, собирает, ну, тогда маленький был, наверное, меньше метра, и собирает, ягоду эту, черешню, настоящую, вот, именно с этого дерева, да, и вот смотрите, как у нас бывает, помните, я рассказывал, бороздование, дерева еще, ни одной раны на нем нет, но надо уже, провести метро, рану, раз, до мяса, заранее, мол, все равно кора лопнет, вот, тот же самый принцип, еще здоровые ветки, еще много лет будут, не просто плодоносить, давайте выражать, они когда-то отсохнут, давайте-ка мы их сразу уничтожим, вот этот самый, у меня слов нет, ну, 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 надо дальше, потому что я сейчас как начну бопить, как начну кулаками стучать, вы что, охренели, ну, а потом уже идет подмерзание, древесины, ожоги, вы поняли, вот, читайте подробнее, уязвимый мастер штамп, давайте его это скалечит, раз уязвимый, ну, потом, тут много я бы мог цепляться, каждый, каждый, каждой строчке, каждой точке, вот, потом без меня почитать, а, господи, надо было, это, помните, не, 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 дружи с Васькой, он научит плохому, 10 раз повторяла мама, пока ему стало неинтересно, интересно, что же он его научит, вот, вот, то самое, при формировании плоская крона, началось, чем у меня какая-то крона, которая нормальная, любая, вас нет, почему их надо, это, вот, вот это вот, знаете, не было бы книги, не было бы за эту книгу денег получено, ну, вот, все это выдумали, к чертовой матери, укорачиваются сильные побеги, ой, а теперь смотрите, вот это последняя, это та же книга, меня, вы знаете, что поразило, два места, в начале я не обратил внимания, думаю, ну, конечно, всегда в конце книги, чего делать, вот, венский пирог с черешней, вот здесь вот, чтобы иметь, пирог с черешней, компот с черешней, по-французски, тут несколько страниц, этих рецептов, да, вот здесь надо нарисовать, большой, большой кукиш, такой большой, вот прям, вот, чтобы люди даже не мечтали, прочтя вот это вот самое, как убивать деревья, и вот, еще я обратил внимание, уже потом, ну, понятно, такую книгу писать, каждую букву выводить, это сложно, гораздо проще взять готовое, вот, взять более ранешнюю работу, видите, вот, и наконец, а как же без этого, Крамер, З, или три, интенсивная культура черешни, перевод с немецкого, Кужеленко и ДР, формирование, опять же, речь идет, а это самое, об обрезке, обрезка плодов, где Кишинев, Картия, Молдовенецкая, вы у кого учились-то, вы знаете, где Кишинев находится, идем дальше, научились, сами, а вот это вот, черешня, посмотрите, видели, черешня, 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 ну, тут еще, кстати, абрикосы, видите, тут яблочки, селивы, все есть, и книги, так вот, вот эту книгу, надо было, с Кукишом, тут, все, не хватает Кукиша, чтобы полная картина была, а вот эти книги, а это книги, Бориса, Боднара, ясно, вот, вот, а вот это, Боднара, черешню угощает, первого сентября, у него, знаете, какой расспрос, это раннее, самое считается, ягода, по всей России, ну, почти, самое, ну, там, я не говорю про жемолость, или, там, про малыш и вишню, но одна из самых ранних, а это первого сентября, угощает, вот, и вот и результат, этой элиты, видите, вот так книга, вот эта вот книга, представляете, не 200 тысяч, а 200,